Всем привет! В этом видео поговорим о том, что гегемония американского доллара начала стремительно рушиться. Издание Global Times сообщило о начале стремительной дедолларизации мировой экономики. Ежедневно все большее число стран и компаний сообщает об отказе от использования американской валюты при совершении трансграничных расчетов. Все большее число стран в мире переходит на расчеты в альтернативных валютах. Издание Bloomberg сообщило, что серьезную тревогу в Белом доме вызвали недавние слова российского президента о переходе на использование китайского юаня при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Сразу после указанных слов, прозвучавших своеобразным сигналом, другие страны сообщили о сокращении использования долларов в расчетах. Китайские власти на прошлой неделе договорились с властями Бразилии о переходе на расчеты в национальных валютах в взаимной торговле. Аналогичное решение вчера звучали власти Индии и Малайзии. До этого Индия договорилась о торговле с Россией в рупиях и рублях. Недели ранее французский энергетический гигант Total впервые совершил сделку по покупке СПГУ китайской компании в юанях, а не долларах. Вполне вероятно, что и другие китайские компании вскоре откажутся от приема долларов за поставку своих товаров. Директор Института финансов и ценных бумаг в китайском городе Ухань Дун Дэн Синь сообщил о начале обрушения гигамони американского доллара в мире. Указанный процесс в будущем будет ускоряться на фоне экономических проблем, с которыми сталкиваются американские власти. Банковский кризис и рекордная инфляция неизбежно негативно отразятся на состоянии американской экономики и придут в снижение курса американской валюты. Искусственная накачка банков свеженапечатанными долларами со стороны ФРС США лишь ускорит риск возникновения гиперинфляции. Неудивительно, что в этих условиях все больше стран хотят сократить свои валютные резервы, выраженные в долларах. Мировая распродажа долларов на фондовых рынках приведет к обесцениванию американской валюты. По оценкам экспертов финансовой компании CMS Market Тина Тена, рост процентной ставки со стороны ФРС США ведет к ослаблению курса доллара и росту цен на золото. К концу текущего года котировки драгоценного металла могут вырасти в цене с текущих 2000 до 2600 долларов за унцию. Субтитры создавал DimaTorzok Крустит 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 Продолжение следует...